Маршрутки дашь тысячу гривен, дайте с дочерью. Ага. Это обессиню и нашу грошу, все самое, какого-то, предложение до нее. Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Спасибо, что смотрите и комментируете. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый ролик. В этом видео я расскажу про новую банкноту тысяча гривен, а ведь сегодня, 25 октября, ее вводят в оборот. Почему ее вводят именно сейчас? Чего ждать от появления этого номинала? И как быть с монетами 1, 2, 5 копеек? Можно ли их еще куда-то сдать? И как на этом заработать? Если тема интересна, продолжайте смотреть. Начнем мы с мелочи. С 1 октября 1, 2 и 5 копеек перестали приниматься по всей стране. До 18 октября банки были обязаны принимать мелочь от юридических лиц. Ну а для нас с вами будет действовать другое распоряжение. Банки обязаны принимать данные монеты от физических лиц до 30 сентября 2020 года. А 25 копеек начнут изыматься из денежного оборота. Думаю, это связано с тем, что власти хотят сэкономить на чеканки мелочи, мало используемые для оплат по мере снижения покупательской способности гривны. Кстати, если вы решили перебрать свои копилки и нашли редкие года монет, а они стоят хороших денег. Например, 25 копеек 1995 года, 2001 года и 2003 года. Они могут реально попадаться. Так, 1 копейка 1994 года, 1996 года, 2 копейки 1992 года, 1996 и 2003. Они реально попадали в оборот и стоят приличных денег. Продать их дорого можно на аукционе в Виолите. Я там регулярно покупаю монеты в коллекцию, так и продаю. Ссылка на видео, как продать монету на аукционе дорого, есть в описании к этому видео. А давайте обсудим банкноты 1000 гривен. Еще в 2016 году, в декабре, глава национального банка Валерия Гонтарева сообщила о планах введения купюры 1000 гривен. А в своем интервью она сказала, что на ней не будет изображен Пантелеймон Кулиш. В следующем году зарплата минимальная 3200. Когда появится, и не появится ли в связи с этим, купюра в 1000 гривен? Вроде как уже она готова с Пантелеймоном Кулишем на Аверсе. Могу сказать, что Пантелеймона там нет. А остальное пока давайте подержим в тайне. Сам дизайн мы подробно разбирали в одном из прошлых роликов. Ссылочка на видео также будет в описании. На лицевой стороне купюры изображен академик Владимир Вернацкий и его цитата «Я верю в великое будущее Украины». Одни из кращих купюр света, которые в свете закопливались. Они на сколько были художные, красивые сделаны? А как сейчас поревнять? Вот зараз банкноту? Ну, я думаю, что непогано выглядеть. Мне кажется, что легко подделать. Я думаю, что сейчас в условиях развития безналичного расчета такая банкнота будет удобна в основном для теневого рынка, просто упрощая оборот налички. Ведь недавно Украина вышла в мировые лидеры по NFC-платежам. Сегмент безналичной оплаты продолжает расти. Так, по данным Национального банка Украины, в первом квартале 2019 года доля безналичных расчетов по объему операций с платежными карточками в Украине достигла 50%. Появление купюры номиналом с тремя нулями – это зачастую свойственно странам с высоким уровнем инфляции. Например, Евросоюз полностью отказался от выпуска банкнот номиналом 500 евро. Твое решение регулятор аргументировал тем, что банкноты часто используются при наличных расчетах в незаконных сделках, в том числе при отмывании денег и финансировании терроризма. При этом банкноты номиналом 500 евро изыматься не будут из обращения, ими можно пользоваться без каких-либо ограничений. Нацбанк показал, как печатаются банкноты 1000 гривен. Много было работы у сотрудников Монетного двора, так как нужно было подготовить тираж. Сейчас новые деньги печатают банкнотно-монетный двор НБУ и планируют ввести в оборот около 5 миллионов штук таких банкнот. Мощность печати сейчас 30-40 тысяч листов в день. Банкноты номиналом 1000 гривен имеют больше 20 элементов защиты, позволяющих гарантированно подтвердить ее подлинность. На канале Magic Money можно глянуть на подделку банкноты 500 гривен. Их реально пробуют, подделывают и подделывают, и они встречаются. Так что будьте внимательны. Мне кажется, что легко подделывают. Вам важна безопасность, да, этот банкнот? Да, безопасность, безусловно. Банкнота добрый захищен на уровне, скажем, световых проведенных валют. Ну, что в целом можно сказать по поводу появления этой банкноты номиналом 1000 гривен. С одной стороны, мы действительно видим, что все переходит в онлайн, в режим, когда мы платим все по безналичному расчету. Но с другой стороны, мы попадаем таким образом в зависимость от государства. Все транзакции, все операции у нас полностью контролируются государством. И это, конечно же, для государства и для любых структур очень удобно контролировать то, как перемещаются деньги, какие налоги делать. Но есть определенные риски, особенно в нашей стране. Это риски взламывания счетов, риски блокировки каких-то определенных счетов. То есть, однозначно, наличные деньги, я считаю, что у каждого человека должны быть. И мы должны рассчитывать только на свои силы. Но для удобства, конечно, платежей NFC очень удобно. Плюс сейчас разработаны разные бонусные программы, которые дают кэшбэки. Я неоднократно рассказывал про Монобанк, который дает при регистрации определенные денежные средства 50 гривен. И также есть кэшбэки на покупки. То есть, однозначно, банки заинтересованы, чтобы деньги хранились у них и они могли ими распоряжаться. Но для нас с вами, конечно, нужно иметь определенный финансовый запас. Как в активах, так и просто в наличке. В долларе и евро. Я всегда писал на канале и рассказывал про диверсификацию. Что нужно распределять свои ресурсы в разных валютах и в разных долях. Конечно, доллар, евро, гривна. В данном случае, видите, какая стабильность показана была в этом году. Кстати, что вы думаете? Насколько долго продлится данный формат стабильности? И как вам данная банкнота? Очень хочется поддержать уже ее и попытаться заплатить вам в маршрутке и в городе. Я, как только ко мне попадет данная банкнота, обязательно схожу и поспрашиваю у людей мнение, что они думают про данную банкноту, как мы делали раньше. Так что, друзья, ставьте лайк, поддержите, пожалуйста, это видео комментарием своим. Напишите, что вы думаете по поводу появления. Как вы думаете, данные изменения для Украины в лучшую сторону или в худшую? Так что, ребята, напишите комментарий и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok